Всем привет, меня зовут Вестл. Погнали! Но чтобы псикольные появились, максимально паутинные крутые новости. Анонсировали новую игру про Человека-паука. Причем не такую, как мы с вами думали. В данном ролике мы разберем трейлер игры Marvel Человек-паук Майлз Моралес. Проверим, сошлись ли какие-то слухи и примерно прикинем, что нас ждет. И да, в данном ролике будет спрятан стимовский ключ на рандомную игру, так что успею его найти и активировать первым. Итак, самое главное. Мы будем играть за Майлза Моралеса, а не Питера Паркера. Ну, во-первых, название игры на это намекает, а во-вторых, в начале трейлера Питер говорит, что теперь настало время Майлза быть героем. Далее я расскажу, почему это хорошо, но всем, наверное, сейчас интересно, а где, собственно, Питер? Потому что есть небольшая вероятность его смерти. Я сомневаюсь, что он погибнет и уверен, что Паркер появится в игре. Возможно, Пит с Мэри Джейн поедет куда-то на зимние каникулы отдыхать, ибо действия игры, как и предсказывали слухи, происходят зимой. И теперь у Паучка есть помощник, который может заменить его в роли защитника Нью-Йорка. Итак, почему же смена главного героя – это хорошо? Она вносит разнообразие и будет не так заметно, что с прошлой частью они особо не отличаются. Мы видели матерого Питера Паркера, который уже 8 лет является Человеком-пауком. Да, я матерый. Ты даже не знаешь, что такое сдаваться. Да, я не знаю, что такое матерый. Однако Майлз совсем недавно стал супергероем, и теперь мы будем неопытным юным паучком. Этим разработчики обоснуют то, что нужно будет заново прокачивать навыки, появление новых гаджетов и даже способностей. Ведь в отличие от Питера, Майлз может бить током и входить в режим невидимости. Так что стелс-миссии явно прибавятся. Мне очень нравится, как выглядят способности в трейлере, и это действительно свежо. Однако не стоит ждать прям Next Gen, это просто будет доработанная и более красивая первая часть. О чем будет сюжет? Ну, судя по тому, что Питер говорит Майлзу в начале трейлера и по конечным слоганам, а именно «Будь сильнее и будь собой», Майлз начнет познавать путь героя, сомневаться является ли он им и сравнивать себя с Питером. Наверное, у него будут неудачи, и как раз в итоге он решит, что не стоит быть как Питер, а стоит быть собой. Вероятнее всего, нас готовят к полноценной и эпичной второй части, где мы будем играть как за Питера, так и за Майлза. А эта игра будет некой ступенькой между ними, с помощью которой мы ближе познакомимся с Моралисом и проникнемся им. Интересно, как разработчики изменят игровой мир, ибо, как мы заметили, действия происходят зимой, и город уже выглядит иначе. К тому же, мне нравится, что используется фиолетовая цветовая гамма и другая музыка, что в совокупности создает совсем другую атмосферу. Скорее всего, добавят школу, в которую Майлз будет ходить, и я надеюсь, что также добавят и новый район города Квинс. Мне очень интересно, какие будут у него гаджеты, костюмы и будут ли они вообще. Можно ли будет надевать красно-синюю классику или нет, неизвестно. К сожалению, слухи про симбиотов и духовное продолжение в Эпу в Шэдоус не подтвердились. Это обидно, но возможно мы это увидим потом. На самом деле, трейлер довольно короткий и совсем мало что понятно. Если вы знаете, кто этот злодей, напишите пожалуйста в комменты, ибо я вообще понятия не имею. Лично мне очень понравился трейлер и сама идея сделать игру про Майлза, ибо это довольно интересный опыт. Если судить по трейлеру, драма, постановка экшн-сцен и сам подход к созданию игры не изменился. Так что нас точно ждет хорошая игра про Человека-паука. Нужно ждать полноценного геймплейного ролика, и благо он появится скоро, так как релиз игры уже осенью и ждать долго не придется. В общем, Майлз смог продать мне PlayStation 5. Ну а на сегодня у меня все. Если вам понравился ролик, не забудьте поддержать канал, лайком и подпиской. Ведь у нас цель 10 тысяч подписчиков, и мы потихоньку приближаемся к ней.